Друзья, в этом выпуске будет ноль полезной познавательной информации. Он о моих личных впечатлениях. Блог личный, значит и впечатления личные. Все честно. Предметом моих душевных излияний будет выставка Владимира Шинкарева «Мрачные картины». Сразу скажу, это мой самый-самый любимый автор. Как сложно пересказать всю ту информацию о предмете своего обожания, который вы владеете. И я, в общем-то, за это даже не берусь. Паша в квадрате. Я познакомился с творчеством Владимира Шинкарева во время своей юности. То, с чем ты столкнулся в юности, навсегда остается с тобой. Свои вечеринки с друзьями Владимир Шинкарев превратил в явление, по сути, массовой культуры. В Кочегарке была написана книга под названием «Медьки». Владимир Шинкарев описал некую молодежную субкультуру, сконструированную по аналогии с молодежными движениями Запада, такими как панки и хиппи. Текст «Медьки» был написан в 1984 году. Я, в общем-то, в этом году родился. А когда я добрался до этой книги, движение «Медьки» уже прожило свою бурную, яркую жизнь. Литературное произведение вот так вот ходило по рукам. А затем, неожиданно, оно стало очень-очень популярным. Художники, друзья Владимира Шинкарева, Дмитрий Шагин, Александр Ольга Флоренский, Стилипов, даже старший Митек Яшки сплотились вот в художественную группу «Медьки». Это абсолютно разные художники, но они так или иначе выступали вместе, участвовали в каких-то массовых акциях, и все это было довольно здорово. Я вот помню свои детские впечатления, когда я увидел расписанный «Медьками» трамвай. Город был более-менее сереньким, и, конечно, это было поражающее воображение картина. Сегодня удивляешься, насколько Владимир Шинкарев предвосхитил, в общем-то, даже современную какую-то интернет-субкультуру. По сути, «Медьки» разговаривали мемами. У «Медьков» был некий культовый, канонический такой свод текстов. Это были кинопроизведения массовые советского кинематографа, а именно телесериалы. Там место встречи изменить нельзя, адъютант его превосходительства. «Медьки» буквально разговаривали цитатами из этих фильмов. Нечное подобное мы наблюдаем во всяких юмористических интернет-пабликах, когда люди обмениваются мемами. Вот это вот «Карл, Карл». Никто даже не знает источник этой цитаты, даже я не знаю. Еще одна важнейшая вещь, которую открыли мне «Медьки», это, конечно же, любовь к отечественной и к родной культуре. В тексте «Медьков» выведен такой персонаж, как Дэвидушка Бауи, да, Дэвид Бауи, с которым как раз-таки все носились в 80-е годы. У «Медьков» он выведен как такой комический персонаж. Владимир Шинкарев, его коллеги, его соратники обратились к абсолютно таким замыленным, неинтересным, затасканным текстам русской культуры, к картинам исторического жанра, по которым пишут сочинения в школе. И позволили на эти картины взглянуть совершенно по-иному. Конечно, один из образов в творчестве Владимира Шинкарева является «Ленинград». И не побоюсь сказать, это «Ленинград», который мы потеряли. Вот одна из ранних работ. Это 1998 год. Тогда угасло бедьковское вот такое веселье. И Владимир Шинкарев стал очень мрачным, философствующим таким, я бы даже сказал, несколько брюзжащим человеком. Это время моего обучения в старшей школе. Тогда же я увлекался творчеством этого автора, и он сформировал круг моего чтения, создав огромную серию картин по мотивам литературных произведений. Были там и Шопенгауэр, и, в общем, то, что следует читать в 10 классе. Вот все вот это. Говоря об этой выставке, ее, друзья, надо смотреть. Я, конечно, попрошу операторов поснимать вам красиво эти картины, но если вы находитесь в Петербурге, не поленитесь прийти сюда своими ногами. Это то, о чем действительно особо ничего и не расскажешь. Рассказать, конечно, можно, но это будет очень неинтересно, поскольку Владимир Шинкарев – это художник обыденных, примелькавшихся видов. Это все равно, что писать гору Сен-Виктуар постоянно. Не то чтобы те виды, которые находятся на пути Владимира Шинкарева, эффектные и завораживающие. Он любит берега Смоленки, где находится его мастерская, платформу «Старая деревня», унылые довольно места. Он в своем творчестве моделирует реальность, которая несколько расходится с действительностью. Владимир Шинкарев сам признается и во всех поздних текстах, и в интервью говорит об этом, о том, что он не любит яркую современную жизнь, где очень много рекламы, очень много какого-то ненужного цвета. Его образ города – это в целом универсальный образ любого заснеженного города, окраин. Его героем является вот этот спокойный, критики говорят, метафизический цвет, да, вот как на этой, например, работе. Настолько этому автору везет передавать духе атмосферу мрачных, меланхоличных городов, что даже попав в Рим, где ему посчастливилось прожить целую зиму, Владимир Шинкарев создал серию вот таких вот римских пейзажей. Полюбуйтесь на это. Эта зима, которую Владимиру Шинкареву посчастливилось привезти в Риме, была самой дождливой за последние сто лет существования вечного города. Перед нами, конечно же, живопись, сделанная в мастерской. Владимир Шинкарев работает над картинами долго, он работает маслом, слои долго сохнут, к картинам он возвращается в разных состояниях, наблюдает разные состояния. Возникает такой удивительный эффект. В этих работах, созданных маслом, многодельно, слой за слоем, есть какая-то акварельная легкость. Если вы находитесь в Санкт-Петербурге, не упустите возможность прогуляться по этим улицам Владимира Шинкарева, а затем, может быть, покинув музей Рарта, попробовать пройтись по набережной Смоленке, насладиться зимней холодной атмосферой, электрическим заревом над городом. И здесь я просто уже умолкаю, поскольку на эти картины следует смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok